Железная логика Вряд ли это услышат, но тем не менее это косвенный сигнал Всевозможным западным странам Вы конечно поставлять то можете Но есть ли в этом большой смысл И может быть имеет смысл Как-то на эту ситуацию взглянуть немножко по-другому И вот Следующая новость Которая вчера пришла Это значит Нарышкин, который сказал Что у СВР есть данные по поводу того Что Польша ищет этих самых Ищет желающих Войти на запад Украины Я это именно к этому К предыдущей новости Ну во первых Это как сказали Сенсационная новость, но она сенсационна только тем Что я озвучил Нарышкин Как глава службы внешней разведки Но в принципе о чем-то подобном Мы говорили много лет Давайте начнем издалека Ну первое Желание Польши прихватить Вернуть себе так называемые Восточные кресты А именно восточные районы Польши Оно вообще ни у кого Никогда не вызывало сомнений Все их вот эти вот стоны По поводу пакта Риббентропа-Молотова Вот все их вот Нагнетание вот этой информационной ситуации Много-много лет По поводу того, что это их земля И так далее, и так далее Которую страшный Советский Союз И Сталин в нее отнял Вот они говорили об одном На самом деле в недрах Польской элиты Никогда не пропадало Стремление вернуть себе Эти земли Немытьем-тыкатанем И когда вот так сказать Эта ситуация обострилась Я говорил о том, что как бы уверен Что сейчас вот эти вот все Значит, скрытые желания Влажные, так сказать, мечты Поляков Они обострятся Кстати говоря Тот, кто думает, что это вот Ну как бы только сейчас появилось Вот я вам рассказываю историю Из личного своего собственного опыта Значит, в 14-м году В 14-м году Когда как раз вот была Вот эта вот цветная революция Майдан этот И все, что с ним было связано В частности Ну тогда я еще вот ездил в Европу И одни, ну я говорю Никогда в жизни не ездил отдыхать Или по личным делам Нет у меня там никаких личных дел Но периодически приглашали На какие-то конференции Там выступления Вот уже случился Майдан И уже Я не помню По-моему, Крым еще не случился А вот Майдан уже случился По-моему, это был февраль 14-го года И в частности Я был в Польше Они пригласили мне Было такое, так сказать Общество Российско-польского поразумения Российско-польского взаимопонимания И в частности Они меня пригласили В Польшу Я был там в нескольких местах И выступал там С какими-то своими выступлениями И в частности Отвечал на вопросы И Еще не было Крыма В тот момент Но уже была вся Битва на Майдане И в этот момент В Польше В Варшаве, так сказать Одно было, так сказать, выступление На котором в том числе Присутствовали В общем-то Это было там В рамках такого, так сказать Как бы клуба Медийного Поразумения Поразумения, да На котором в том числе Присутствовали, насколько я понял Люди из государственных органов власти Польских И вот один из вопросов Который мне задали Тогда, еще когда не было Крыма Был такой В Варшаве А как вы считаете В результате нынешней революции Вот этой достоинства Вот эта, так сказать Дестабилизация На Украине Может случиться разделу Украины Распад ее Вот А после этого самого Как бы, да Так сказать Был фуршетец небольшой Как бы, да И я спросил А кто вот этот человек Который задал этот вопрос И мне сказали Это человек Из, как они сказали Сначала там Мям-ням-ням-ням Ну и скажем так Сказали Из прокуратуры Это был человек Судя по всему Из спецслужб Как бы Или еще откуда-то Который решил задать вопрос То есть На самом деле Польша При констатации Так сказать Постоянной Так сказать Своей поддержки Украинской борьбы Именно с этим связано И если вот кто помнит Когда мы все эти вещи обсуждали Я говорил Что я считаю Что запросто Например у поляков Мог быть план При котором Скажем Они дестабилизируют Обстановку А затем Объявляют О неком правительстве Так сказать В изгнании Под предлог Который может обратиться К полякам В случае Как бы Начала там Гражданского конфликта Военного С просьбой Ввода войск На западную Белоруссию Запад Белоруссии Напомню До Значит Вот этих всех договоров Он тоже находился Под контролем Польши Хотя исторически На самом деле Эти земли На мой взгляд Польскими не являются Даже Галичина В общем-то Это так называемая Червоная Русь Красная Русь На которой никаких поляков Никогда в жизни не было А появились они там Тоже в ходе Вот этой вот Конкуренции И натиска поляков На восток На русские земли Попытка Окатоличивания Полонизации Или онемечивания Этих земель С которой собственно говоря Вообще началась Вот вся вот эта вот Постепенно Стала развиваться Вся эта история Политическая история Как Украины Как лимитрофные территории Как это говорят Западные геополитики Как пограничные территории Между цивилизациями Да И вот эта борьба За эту пограничную территорию Между цивилизациями Условно так сказать Восточная православная И условно западная Католическая А потом протестантская А потом так сказать Уже вообще непонятно какой Теперь уже да Может быть даже Антихристианская открыта Вот тогда Эта вся история Началась Но тем не менее Возвращаясь так сказать К этим амбициям Польской политической элиты Вот тоже опять же Много раз говорил Я считаю что одна из таких вот Внутренних глубинных болезней Польской политической элиты Это вот мечты О какой-то великой Польше От моря до моря От Балтийского до Черного моря Хотя на самом деле Такой Польши никогда не было Вот от моря до моря Но попытки ее построения были Да И в том числе Как бы да Русская государственность Она всегда Для поляков казалась Так сказать проблемой Именно для построения Вот этой великой Польши Да И собственно их целью Всегда было В отношении русского государства Русской государственности Или ее подчинение Чего они почти что добились В 1612 году Время вот этой знаменитой смуты Да Все эти лжи Дмитрия Вот И первые и вторые Так сказать И так далее Да Ну вот Или уничтожение То есть если нельзя подчинить То надо уничтожить Вот И это было на самом деле Центральный Центральный так сказать Вектором вообще Внешней политики Польши Внешняя политика Польши Всегда была направлена на восток Вот Периодически они пытались Вступать в коалиции С другими западными державами Вот Но она всегда была направлена на восток Так сказать И ее цель была Или покорение Как бы Или Или уничтожение Одно из двух Вот И вот Если возвращаться к тому Что сейчас происходит Я думаю Что с самого начала Так сказать Вот этого всего конфликта Боевых действий Поляки начали разрабатывать Какие-то планы По возможному Расчленению Украины Еще в самом начале Вот этой операции Военной Я об этом говорил Что это вполне себе Возможный вариант Вот И сейчас Как бы Да Нарышки назвучил эти данные Я думаю Что у него есть На что опереться Но в общем На самом деле Само по себе Такое стремление Поляков Оно не вызывало Лично у меня Никогда Сомнений Теперь Если разобрать Эту ситуацию Конкретно сейчас Что из этого Можно тоже Какие выводы сделать Ну первое Раз поляки Активно этим занимаются Значит если честно Это не очень хорошая новость Для Киева Это означает Что они не верят В конечном итоге Возможность Украины Одержание Так сказать Военной какой-то победы Или военного перелома Или контрнаступления Или возврата Этой ситуации Так сказать Да Вот в до Возможность То есть Ну в положении До 24 февраля Это первое Второе Это означает Что они на самом деле При всем При всем их разговор При их разговорах О западной военной помощи О том что Российская армия Продвигается Недостаточно медленно То есть Недостаточно быстро Вот Они на самом деле Считают Что потенциально Российская армия Может дойти До западной Украины И на самом деле Так сказать Для того чтобы Это предотвратить Надо в общем Побыстрее как-нибудь Так сказать Придумать Как туда войти Под каким предлогом Третье Так сказать Да Сейчас Как бы Я думаю Что им нужна Для этого Формирование коалиции Они ищут Значит Ищут этих самых Сторонников И Потому что В одно лицо Это делать тяжело Это просто трудно И потом надо придать Этому вид международной легитимности Если Так сказать Верить Вот данным СВР Как бы Поляки получили От американцев Как бы Добро На эти На эти вещи Но С одним условием Что Всю ответственность За все Что там будет происходить Будет нести поляки То есть Грубо говоря Как только Польские войска Пересекут границу Блока НАТО Пятая статья Вашингтонского договора На них Не распространяется Это то Ровно так Как было с турками Так сказать В Сирии Когда турки После известного инцидента И после наших ответных ударов По вот этим Так называемым Туркоманам А на самом деле По турецкому спецназу На севере Сирии Обратились к НАТО За помощью А НАТО им отказалось Сказав что Ну это Это ваши двусторонние дела Да И сейчас Насколько я понимаю Как бы Опять же Если доверять данным СВР Там ситуация Примерно такая же Американцы сказали полякам Если хотите Можете попробовать Вот Мы там Можем поддержать Там материально Но Это полностью Ваша ответственность Это Так сказать Все то Что вы берете на себя Как бы Если что Вы как-нибудь Сами с этим И справляетесь В этой ситуации Полякам В том числе Для того Чтобы Грубо говоря Смягчить Вообще Ну как бы Вот этот Возможную напряженность В том числе В украинопольских отношениях Нужна коалиция Они будут сейчас Искать тех Кто мог бы Вместе с ними Войти на западную Украину Коалиция Это в принципе Может нарисоваться Довольно просто Она может состоять Из тех Кто претендует На западные земли Украины А таковых Мы можем тут пересчитать Первое Румыния Значит Но это правда Не запад Украины И как бы Да Вот эти территории Разделенные территорией Молдавии Так сказать Второе Это Венгрия Но с Венгрией Есть проблемы Потому что у нее Особые отношения С Россией И венгры наверное Понимают Что как бы Это будет довольно сложно Третье Третье Это Ну может быть Это Чехи Со Словаками Но в значительно Меньшей степени Да Вот Теоретически Можно было бы Из них Сколотить коалицию Но как я уже сказал Здесь есть проблема Та территория На которой претендует Румыния Она находится Так сказать За Молдавией Для того чтобы это понять Надо представлять карту Да Там все эти где Белгород-Днестровский Там вот это все Там Да Вот это вот Да И это Как бы ну Условно говоря Другой театр военных действий Да Поляки так сказать Это в значительно севернее Территория в значительно севернее Претендует Там да Ну условно там Львовская область Там Тернопольская Там и так далее Вот А Румыния Значительно южнее И между этими территориями Лежит территория Молдавии Вот Теоретически конечно Можно как бы И это Игнорировать Но фактически Все равно это будут Два разных театра военных действий Да Если что Второе Как бы да У Венгрии есть особые отношения С Россией И они очевидны И например скажем Да Сейчас вот вся эта газовая история Это подтверждает Да И я не уверен Что венгры готовы Будут идти на конфликт Напрямой Если они например Скажем Не Там Каким-то образом Не получат добро Там условно там Молчаливое добро От Москвы Ну Чехи и Словакии Это как бы вообще Так сказать В меньшей степени Хотя могут Они как бы поучаствовать Хотя конкретных претензий Они к украинской территории Не имеют Но могут там Типа как вот На правах условных Восточных славян Тоже в этом деле Так сказать Поучаствовать Точнее западных славян Вот Поэтому основной Те же все равно Возьмет на себя Польша Теоретически Польша могла бы Привлечь например Каких-нибудь шведов С их историческими Так сказать Какими-то обидами Да самое За Полтаву Да за Полтаву Там и прочее Хотя до Полтавы Они не дойдут Вот Потому что Полтава Это все-таки Значительно восточнее Тех кресов Что называется На которые претендует На которые претендует Польша Вот Могут ли в это дело Вступить американцы Напрямую Сомневаюсь Не знаю Как бы да Мне кажется Американцы В принципе нынешняя ситуация При которой можно Просто поставлять оружие При этом не вступать В прямое столкновение С Россией Как бы устраивает Да действительно Они как сказал Остин Министр обороны Они их цель Ослабление России В общем-то Они считают Что через это Вот они добиваются А прямое столкновение Ну оно В общем Сразу же поднимет Эскалацию На новый уровень И тут же Все вспоминаются Все слова Про ядерное оружие Про все такое и прочее С одной стороны Слова Путина О том Что все решения приняты Ответ будет молниеносным С другой стороны Угроза Британского министра Обороны Который говорит Что наши Королевские моряки Со своих королевских Поддунных лодок Запустят свои королевские Ракеты запросто Если вдруг Замечательному королевству Будет угрожать что-то Хотя мы вроде как Королевству Напрямую не угрожаем Да Но в общем Такие дела То есть Здесь есть Определенные проблемы Но то что поляки Хотели бы это сделать Это совершенно точно Теперь так сказать Насколько это Для нас Выгодно Не выгодно Я сам так сказать Такой знаете Имперский русский Националист Что называется Не раз об этом говорил Конечно мне бы тоже Хотелось бы подойти К карте мира И одну руку положить На Аляску Или даже на Калифорнию А другую там Условно говоря На Польшу с Финляндией И так значит Удовлетворенно выдохнуть Но хватит ли у вас Растягивать У меня точно хватит Так сказать Да Вот опять же Карты бывают разных Этих самых размеров Но при всем при этом Знаете Все таки политика Действительно искусства Возможного Поэтому желания И цели Могут ставиться Грандиозные Но при этом Как бы Конкретные действия Должны сопрягаться С современной реальностью Я честно скажу Я лично считаю Да Что в принципе Какой-то раздел Так сказать Украины На базе Каких-то негласных договоренностей Мог бы быть вариантом Решения проблемы Почему Объясню Во-первых Я считаю Что попытка Переделать западную Украину Которая в свое время Предпринималась Советской властью И оказалась в итоге Неудачной Это очень длительная Очень затратная И очень Неоднозначная история Это первое Поэтому там Наверное Наносить удары Для того чтобы разрушать Военную инфраструктуру Наверное Можно Теоретически Наверное Можно даже представить себе Какой-нибудь рейд Вооруженный туда Чтобы взять Демонстративно Во Львове Снести памятник Бандеры Наверное можно Но например Управление этими территориями Оно всегда будет иметь Большую проблему А внутри условной Какой-то другой Украины Именно эти территории Постоянно будут Продуцировать Продуцировать Вот эту бандеризацию Ребандеризацию Постоянную Потому что С этим будет сложно Справиться Поэтому я например Не хотел бы Заниматься На данном историческом этапе Заниматься Вот этими территориями Мне кажется Это будет слишком рискованно И слишком затратно Это первое Второе Значит При появлении там поляков Вот Я думаю Что их войска Могли бы стать законной Что называется Военной целью Для наших ракетных ударов Если нам это будет Выгодно Ну и просто скажем Для того чтобы их поучить Уму-разуму Но в принципе Я думаю Что например Скажем На появление Польских войск И представителей Польской администрации На западной Украине Рано или поздно Не сразу Но рано или поздно Неизбежно вызовет Украина Польский конфликт Внутри этих территорий Никакую Волынскую резню Они на самом деле Рано или поздно Им так сказать Не простят Они им обязательно Припомнят Да Сейчас например Польша может Это подать Как помощь Европы Бедной Украине Да Она может подать Как даже Такую косвенную помощь НАТО Украине Она может сказать Что мы спасаем Вашу государственность Естественно Они будут поддерживать Ну условно Какую-то видимость Украинской государственности Но Поляки Это такое Явление Историческое Что они не смогут Удержаться Не смогут удержаться От ползучей Полонизации Этих территорий От борьбы За власть От того Чтобы начать Устанавливать Если не де юре То де факто Свою собственную власть А это Неизбежно Рано или поздно Приведет К выяснению отношений Между условными Украинскими Националистами И польскими Националистами Может быть Даже вплоть До вооруженного Конфликта В любом случае Это будет Довольно напряженная Ситуация И когда она возникнет Это вопрос Только времени То что она возникнет Совершенно точно Поэтому косвенно Может быть Даже можно будет Через это Достичь Таких целей Дебандеризации Вот этой Постепенной Как бы Вот этой территории Только руками поляков Пусть они Пусть они У них об этом Голова болит Вот Но То есть В принципе Я считаю Такой вариант Как бы Он достаточно Приемлемым Да Вот Но при всем При этом Да Надо понимать Границу Продвижения Если речь идет О восточных крестах Что называется Ну это Львовская область В первую очередь Я думаю Что это приемлемая ситуация Если они попытаются Двинуться дальше То я думаю То есть Да Они должны стать Как бы Военной целью Как бы И я думаю И я честно Наверное сомневаюсь Что скажем Да Польское общество Готово там Долго будет выносить К потере Своих войск На чужую территорию Потому что Все равно для поляков Как бы Да Но еще про Львов Понятно Там Они все У них есть такая поговорка Львов Шабенджи Польская Львов еще будет Польским А вот все Что восточнее Для них Конечно Это все равно Мордор Для них Это все страшно Непонятно Для них Это все Такое Тяжелое Как бы Неясное Ну и Например Они с Белоруссией Не смогли справиться По большому счету А что там будет дальше Как бы Они там восточнее Они не знают Даже здесь Как бы Все вот эти бандеровцы С которыми Как бы Придется столкнуться Озверелые Вот И между прочим Почувствовавшие вкус власти Какой у них никогда Раньше не было Да И даже это будет проблема Да Вот А что там дальше Это большой вопрос Поэтому теоретически Можно как бы Да Рассмотреть этот вариант Но здесь есть Главная проблема Главный риск Да Мы это можно В принципе Еще немножко поговорить После новостей Да Главный риск будет Стоять в том Что это создает Опасность Прямого столкновения Российских Так сказать Войск И войск Польских Или как одного Из государств Не готова Днести за это ответственность Но это будет на украинской территории Это будет на украинской территории Но тем не менее Это все равно будет Еще одно обострение конфликта Но пятая статья Не задействована Не будет задействована Это совершенно точно Поэтому вот эта ситуация Она такая довольно Довольно интересная Сергей Михеев Сергей Креневский в студии Сергей Александрович Да Ну вот немножко Закончу там По этой вот Польской теме Как бы да Вот Ну такого Так сказать Варианта там раздела В принципе Ну конечно есть свои риски Ну первое Это вот да Возможность Прямого столкновения Несомненно Так сказать Напряженности Потому что я думаю Что поляки Обязательно начнут Качать тему Что теперь давайте сюда Все-таки американцев Или еще кого-нибудь Вот хотя Еще раз говорю Это в принципе Может быть На уровне Какого-то негласного Консенсуса Или вообще даже Даже для этого Может и переговоры Не надо вести Просто грубо говоря Обозначить Так сказать Некие линии За которые Как бы Никто двигаться не будет Да Хотя наверное Полякам было бы Выгодно вот что Они в принципе Готовы Были бы Согласиться С нашим продвижением На Украине Но вот в идеале Они бы хотели Видеть я думаю Ситуацию тут так Они вводят Свои войска В то что считают Своими восточными областями Восточными районами Между ними И российской армии Остается ну некое Такое буферное Фактически Марионеточное Украинское государство Например с центром В Киеве Где сохраняют Зеленского Который как бы Признает Польские войска На западной территории Но фактически На западной территории Устанавливается Польская власть Да При этом Зеленский Может обратиться Даже с каким-то там С каким-то так сказать Обращением К Польше Или прочее Прочее На двух стороне основе Вот А условно Так сказать Восточная там Украина Там при Днепрове Да Остается Да Остается так сказать Ну не знаю За Россией Как бы Или за какими-то Народными республиками И так далее Или там продолжается война Например скажем Продолжается война То есть поляки Закрепляются на этой территории Фактически устанавливают Там собственную Военную администрацию Вот Зеленский Продолжает сидеть там В Киеве Изображать из себя Например скажем Или как бы Образуется некое Буферное государство С обещанием Что рано или поздно Они как бы Все как бы отвоюют Теоретически Подобные Как бы вот Расклады Я лично Считал бы В общем-то Вполне рабочими Вот Хотя понятно Что у них есть Там и свои И плюсы и минусы Для России Я думаю Это было бы Вполне приемлемо Если бы речь О восточном Так сказать Ну грубо говоря О левом береге Днепра И о Черноморском побережье Да Я считал бы Так сказать Что это вполне себе Рабочий вариант На данном историческом этапе Хотя понятно Что еще раз говорю Хочется решить Все раз и навсегда Ну а тем не менее Как бы да Есть и свои Так сказать Свои варианты Второй вариант Это действительно Как бы да Польская оккупация Фактически Так сказать Западная Украина И установление Как бы на всей Оставшейся территории Какой-то другой Альтернативной власти Зеленский пусть уезжает Там Это было бы вообще Замечательно Во Львов И говорит Что там Настоящая Украина там Что они рано или поздно Вернутся Отвоюют Вот это было бы в принципе Вариантом Но это мы Я еще раз напомню Обсуждаем Так сказать Ту информацию Которую вчера Озвучил глава Службы внешней разведки России Нарышкин О наличии У Польши планов Ввода войск На запад Украины И о том Что якобы Как бы эти планы Согласованы поляками Теоретически с американцами При этом американцы Ответственности нести за это Не хотят Там готовы материально Поддерживать Как бы да Но в случае чего Как бы все Все Вся ответственность Лежит на поляках Как бы да И поэтому Если с ними там Что-то случается Вдруг Что-то там По ним Начинает прилетать Вот То на самом деле Как бы На самом деле Это их проблема Пятая статья Вашингтонского договора Не работает Но еще раз повторю Конечно у этого всего Есть значительные риски Например Потому что надо понимать Что в случае ввода Ну и главный риск Это все-таки Вот ну Прямое столкновение России и Польши Потому что в случае Ввода войск Ведь туда может быть Введена и польская авиация Значит у нас появится Противник в воздухе И польские Противовоздушные силы ПВО Значит у нас появится Так сказать Проблема Как бы да На земле Да Поэтому Если это будет Произведено В рамках В рамках Так сказать Ситуации При которой Поляки Вводят войска Но не Но не вступают В боевые действия Я считаю Приемлемый вариант Если они попытаются Вступить в войну Это осложнит ситуацию Но в таком случае Надо понимать Что поляки Начнут нести Большие реальные потери Потому что Да Они осложняют ситуацию Для нас Но думать Что как бы У них там Это все Пройдет легко Я думаю Что для этого Просто-напросто Нет Нет Никаких оснований Хотя вот тоже Опять же Если вот Нарышкина Послушать Там Там тоже Говорят о том Что в принципе Поляки Хотели бы сделать это так Чтобы это было Максимально безопасно Для Польши И для тех войск Которые могут Там в этом участвовать Ну понятно То есть Грубо говоря Констатировать Возвращение Возврат этих территорий В состав Польши Фактически Но при этом Не понести потери вообще Или понести Потери минимальные Это очень Должен сказать Что это очень Такая Завлекательно-сладкая Соблазнительная идея Для Польского руководства Почему Потому что Конечно же В этом случае Тот человек Который это сделает Он прям войдет В историю Польши Как вот Ну как историческая фигура Потому что На самом деле Как бы да Действительно Они вот эту тему То сказать Там это Муссируют Всеми возможными способами Уже много-много лет А украинцы-то будут Спротивляться Польше? Я думаю На данном этапе нет Нет Потому что У них есть Ну во-первых Это все будет обставлено Может быть обставлено Как помощь Объединенного Запада Да Вот вы же хотели Так сказать Чтобы войска НАТО Пришли Вот мы пришли Ну да Это не НАТО Это не операция НАТО Но Польша член НАТО А если она еще там Кого-нибудь подтянет Да Например скажем Из других членов НАТО Там условную Венгрию Там Или там условную Румынию Или я не знаю кого там Да Можно сказать Ну вот Так сказать Да Это немножко не так Юридически Как вы бы хотели Но тем не менее Все равно Как бы мы пришли На это самое На помощь Это первое Второе Вот на Западной Украине Довольно давно При всей их Значит Бандеризации Довольно давно Как бы есть люди Которые выступают Как раз за то Чтобы эти Значит районы Каким-то образом Отделились От остальной Украины Я могу сказать Что такие люди были И в 14-м году Вообще Когда в 14-м году Вся вот эта ситуация На Майдане развивалась Я почему-то про 14-й год Часто вспоминаю Потому что тогда Действительно была возможность Все обернуть так Что Западная Украина Является сепаратистами А остальные нет Потому что тогда Одной из идей В 14-м году Когда началась вся эта революция Первые захваты СБУ Воинских частей Оружия Произошли именно На Западной Украине Не на Востоке Как бы не в Донецке Не в Луганске Не в Крыму А именно на Западной Украине И тогда на Западной Украине Была такая идея Значит если получится То получится в Киеве А если не получится То мы значит отделяемся От вот этой Украины Пророссийского Януковича И у нас появляется шанс Таким образом Войти в Евросоюз и НАТО То есть мы получаем Так сказать реальный шанс Ускоренной евроинтеграции В принципе эта идея Она как бы В том или ином виде И сейчас там присутствует Участие людей Поэтому это может быть подано Например населению Западных областей Во-первых как спасение От России Во-вторых как спасение От войны Потенциальной И в-третьих как возможность Например ускоренной Европеизации Так сказать интеграции В Европу и так далее Потому что конечно Поляки придя туда Они как бы Вот эту полонизацию Они конечно подадут Ну надо придумать Какие-то бонусы Эти бонусы будут придуманы Там в виде денег Там не знаю Там каких-то так сказать Инвестиций и прочее Они будут придуманы Поэтому я думаю Что они так сказать Сначала Прежде чем достать Свой польский кнут Они сначала так сказать Попытаются там Преддемонстрировать Какой-то польский пряник Ну я еще раз говорю Самая очевидная вещь Это вот мы вас защитим От страшных русских И прочее Мы будем развивать экономику А там типа видно будет Как-нибудь это Разберемся Поэтому я думаю На первом этапе Они найдут достаточно Достаточно Людей которые могут Это принять Тем более что Я не думаю Что это будет оформлено Напрямую Как ликвидация Украинской государственности Это маловероятно Они конечно скажут Что конечно это Украина Конечно везде будут Эти желто-синие флаги Конечно все это будет Они будут говорить Что они спасли Украину И так далее А потом потихоньку Включат такую ползучую Полонизацию То сказать Доинтеграцию А потом нам прям Придумают какой-нибудь Комплекс таких заманух Которые скажут Ну вот вы знаете Можно продвинуться еще Ближе к Европе Вот для этого надо там И так далее И так далее И так далее Поэтому я думаю Что на первом этапе Это все будет принято Другой вопрос Что я говорю Рано или поздно Все равно как бы Столкновение условно Польских националистов Так сказать Украинских националистов С бандеровской В том числе Как бы да С бандеровским оттенком Оно неизбежно Это вопрос времени Насколько оно будет жестким Так сказать Насколько оно будет тяжелым Это другое Об этом можно там Рассуждать Но это как бы Я думаю что поляки считают Что это Вполне себе Как бы Ну это риски Но это риски Такие как бы Приемлемые Насколько они будут Приемлемы Другой вопрос Потому что Конечно история Отношений украинских Националистов И поляков Она очень тяжелая Она как бы просто Она по локоть в крови По локоть в крови С одной стороны Как бы вот эта Украина Почему вообще Например на Украине Как бы у них там Там бей, жидив Так сказать Этих самых Ляхев и москалив Так сказать То есть Евреев, поляков И русских Почему? Потому что там Скажем С евреями Там понятный Этот глубинный Который можно долго рассказывать С русскими тоже Как бы да Вот Россия не давала Как и Украине Там типа того Так сказать Государственности А про поляков Я расскажу вам После 45 минут Ну вот мы и дождались Да А с поляками Так сказать Все очень просто Дело в том Что вот эти самые Восточные кресла Вот эти территории восточные Когда они Довольно долго На протяжении Несколько-сот лет Входили в состав Польши Значит они были отмечены Одной простой вещью Украинцы Никаких прав Польши не имели Кстати Вот знаете Мы часто любим Повторять Россия Многонациональная страна А Польша А вот Польша Абсолютно моноэтническая страна И официальная политика Это моноэтничность В Польше Поляки являются Единственной Государство образующей И самой главной И абсолютно Доминирующей Как бы национальностью Все Никого там больше нет Вы знаете например О каких-нибудь Нацменьшинствах в Польше Их нету Их нету Хотя на самом деле Они есть На самом деле Они есть Но фактически Их нету Это знаете Как политика Которую турки проводят В Турции Да В Польше Есть какие-то такие Мелкие культурные автономии Но фактически Польша моноэтничная страна Как и в Турции В Турции нет Других национальностей Там нет курдов Там нет ассимилированных Атуречных армян Там нет никого Там нет атуречных греков Там есть только турки Вот Польша Примерно такая же ситуация Там есть поляки У вас могут быть Такие-то корни Сякие-то корни Но там есть только поляки И больше никак По-другому И все эти Значит Столетия Когда вот Украина Входила В состав Так сказать Вот этого Польского государства Украинцев Фактически Не было Они находились На положении Людей второго сорта Вот И так было На протяжении Столетий И на самом деле Это породило Так сказать Глубинную Ненависть Вот этих украинцев Этих вот районов К полякам Которая вылилась В жуткий Украинский национализм И в частности Во время Второй мировой войны Вот в то Что в Польше Называется Волынская резня Были уничтожены Вырезаны Убиты Значит Ну минимум десятки А по польским данным Сотни тысяч Этнических поляков Только по национальному признаку Только по национальному признаку Включая стариков Женщин Детей Совершенно зверскими методами Поэтому То что эта штука Вылезет рано или поздно Это совершенно точно Да Такие проблемы Вылезают Как бы даже сейчас Когда украинцы Приезжают в Польшу Как бы и сейчас Они получают Периодически там По мордасам Вот Хотя вроде как Они приехали Так сказать Из страны Которая борется Со страшной Россией Потому что Россия Конечно Это гораздо хуже Чем Украина Вот Но я думаю На первом этапе Они придумают схему При которой Как бы это будет принято Но тут многое очень зависит От позиции Зеленского Да Ведь я думаю Что там Все должно быть оформлено Там условно говоря Там юридически правильно Да Зеленский должен обратиться С каким-то Воззванием Там обращением Просьбой Может быть даже Будет заключен Какой-то договор Вот в котором Там что-то будет оговорено Вот Ну а Впоследствии Все равно Как бы эта полонизация Она вообще Абсолютно неизбежна Вот И вопрос столкновения Это вопрос времени Но в принципе В принципе Если это ограничится Вот этими областями Так сказать Западной Украины Я думаю Что является ли это Рабочим вариантом Годным для обсуждения Я думаю Что вполне себе является Еще Не только Польша зарится на Украину Например В 17-м году Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен 2017 Естественно Заявил Что венгры Живущие на Украине Это все Закарпатия Имеют право на автономию На получение Венгерского гражданства Поскольку Украинские власти Нарушают права Этнических венгров И тогда уже Раздавали Паспорта Венграм И Венгрия Как будто бы Некоторые даже заговорили Начинает раздел Украины Но в принципе Есть школы В Закарпатии Которые Учат венгерскому языку Но территориальных претензий Пока не слышно Вроде Ну напрямую Не слышно Но их Напрямую Территориальных претензий Не было И нету и у Польши Есть фактическое стремление Что касается Паспортов И карт Вот эта карта поляка Карта Венгра И эта штука началась Еще с нулевых годов Причем очень активно Да И поляки на самом деле Очень активные Все эти годы были В Западной Украине А после 2014 года Стали просто гиперактивными Вот они там Раздают активно паспорта Активно раздают Эти карты поляка И прочее Что касается Венгрии С Венгрией такая ситуация На самом деле Там тоже Эта территория На самом деле Этнически венгерская Она не была Она входила В результате тоже Разных завывательных войн Это часть тоже Так сказать Ну условно Древней Красной Руси Которая населена Народом Который называется Русинами до сих пор Да Вот А не украинцами Между прочим И поэтому у них Есть там проблемы Да Она вошла в состав Австро-Венгрии Австро-Венгерской империи Внутри этой Австро-Венгерской империи Кстати говоря Так сказать Да Их всегда притесняли И даже Так сказать Есть Примеры исторических Геноцида Русских-русинов Вот Первый Концентрационный лагерь На вот этом Этническом Признаке Так сказать В Европе Как раз был создан Именно там Он назывался Толергов Когда В этом лагере Так сказать Австро-Венгерская империя Там Заключенными были Именно этнические русские Этнические русины Вот Которых Там Перемерло Несколько десятков тысяч Вот То есть История такая сложная Вот Но Да Тем не менее В те годы Когда Когда эта область Сходила в Австро-Венгерскую империю Она в том числе Заселялась И этническими венграми Это так А когда Значит Там Значит Появилось Украинское государство Да Уже постсоветское Вот этот вот курс На тоже Так сказать Украинский национализм Он затронул Этнических венгеров И в частности Целый ряд скандалов Возник уже после 2014 года Когда на Украине Стали приниматься Вот эти языковые законы Которые Которые стали Ущемлять В том числе Этнических венгеров Конечно Эти языковые законы Были в первую очередь Нацелены против русского языка И русских Вот Но они стали ущемлять И другие В том числе Этнических венгеров По этому поводу Между Киевом И Будапештом Там периодически Вспыхивали Такие словесные перепалки Скандалы И Венгрия Как бы Именно поэтому В том числе Занимала Периодически Довольно жесткую позицию В отношении И внутренней политики Так сказать Украины Претензий Официально Озвучиваемых Нету Вот Но теоретически Если этим займутся Поляки Я думаю Конечно Для венгров Это будет большой соблазн Это будет большой соблазн И я не уверен Что они от всего этого От всего этого удержатся Так что Там проблема есть А плюс ко всему Еще говорю Есть еще румыны Которые считают Что вот Молдавия Там вместе с Приднестровьем А также часть современной Украины Все это вместе Они называют Бессарабией Это их территория Да И это кстати говоря Было одной из причин Тоже Участие румынской армии И Румыния В гитлеровской коалиции В войне против Советского Союза Потому что Гитлер пообещал им Собственно говоря Вот эту территорию В частности Вот кто знает Да Например Именно на этом направлении Наступала в первую очередь Румынская армия Вот румынская армия Участвовала в оккупации Одессы В том числе Как бы да Вот все вот эти вот Территории Там были румыны И так далее И так далее Да Поэтому они там тоже Имеют свои Так сказать Конечно виды На все это дело Другое дело Румынский самолет МИГ-21 Потому что Даже я был удивлен Потому что Если честно Я думал Что вот такие самолеты Как МИГ-21 Они остались Только где-нибудь В Африке летать Ну не знаю Может быть Где-то в Азии И то маловероятно Но оказывается Вот эти самолеты До сих пор стоят На вооружении Румынских ВВС Несмотря на то Что Румыния Уже там Много-много лет В НАТО находится Вот Поэтому Румыния та еще Так сказать Сверхдержава Конечно Да Сергей Александрович Ну у нас еще На Украину Со всех сторон У кого-то есть интересы Да Да Ну говорю Мы и до всех этих вещей Я об этом не раз вспоминал Как бы да А сейчас Когда вот обострилась война Конечно Я думаю Что все вот эти страны Имеющие какие-то вот Виды на украинскую территорию В первую очередь Это страны Как раз участвовавшие Как Венгрия и Румыния В войне На стороне Гитлера И плюс Польша Да Они все конечно Возбудились И они вроде как На самом деле Давят на Россию Вот И они как бы все на Россию В основном Стрелки переводят Но то что Как бы при случае Они хотели бы это хапнуть Под предлогом спасения Украины Это совершенно точно Это совершенно точно И поляки здесь самые первые Ну они во-первых С точки зрения военной С точки зрения экономической Конечно Из этих трех вот стран Которые я рассказал Там Венгрия, Румыния и Польша Они самые мощные Вне всякого сомнения Они имеют Больше всего Ресурсов в этом смысле С политической точки зрения У них больше всего амбиции Но и отношения с Россией У них самые тяжелые Самые сложные Вот И поэтому они хотели бы Хотели бы несомненно В этом поучаствовать Хотя вот поляки тоже К вопросу об украинизации Польши Немножко уже другая тема Но тем не менее Раз уж про поляков говорим Да Судя по всему После отключения Газпромом Польши От российского газа Газпром То есть Польша сейчас Вот Ну по приходящим Так сказать данным В том числе Из европейской прессы Польша сейчас вот Просто лихорадочно Ведет переговоры с немцами О Вот этой реверсной схеме Так сказать Закупки Российского газа Через Германию Типа он будет немецким То есть все их разговоры Про то что они так сказать сейчас вот Что плевать Не хотели на российский газ Сейчас не начнут альтернативу Найдут альтернативу В итоге сверлись вот к чему В итоге как бы Да поляки Видимо буквально Со дня на день Начнут покупать Или даже уже покупают Фактически Немецкий газ С наценкой Как Ну то есть фактически Это российский газ Который даже до Германии Не доходит Та самая схема Которая была в отношении Украины отработана Да Но он как будто бы Уже немецкий То есть по бумажкам Они сделают так Что он как будто бы Пришел в Германию Что во первых А. При всем своем гоноре Польша на самом деле Сейчас без российского газа Обойтись не может И Б. Вот готовы Даже платить больше Вот едя на такие В общем ну фактически Подложные Подставные Так сказать Мошеннические схемы Да И получается Польша Венгрия И Румыния Да Причем сейчас Ну настолько ситуация Сложилась Что им даже особо Не нужно Будет стараться Да Это вот вы говорите Что вот в данном Конкретном случае Да Никаких проблем нет Я не знаю Ну то что Не то чтобы Никаких проблем нет Но чем так сказать Дальше все это идет Я говорю Сколько бы они не говорили О том И мы тоже не говорили О том что российская армия Продвигается медленно Она продвигается Украинская армия Несет все больше потери Путин тут в Санкт-Петербурге Выступил Сказал что Цели операции Будут достигнуты В этом В этой ситуации В этой ситуации Да Конечно возникает Большой соблазн У этих стран Так сказать Это самое Хапнуть сейчас Чтобы потом Не оказаться у разбитого корыта Потому что неизвестно Чем она еще кончится Вот для них А может быть сейчас Как раз Сделав вид Что они спасают Украину Сделав вид Что они Что Европа пришла на помощь Может быть сейчас Хапнуть А потом уже Их оттуда Понятно и не выдавит никто Вот мы Конечно Я думаю Что не будем там Вступать в прямую войну Там с этими странами Оно и нам и не надо Как мне кажется Вот А Украина просто Не будет ни сил Ни средств Ни возможностей Как бы избавиться От этого всего Вот Ну и то есть Это можно будет Можно если сейчас хапнуть То эту ситуацию Можно закрепить там Ну как минимум На десятки-десятки лет А может вообще навсегда Не всякого сомнения Особенно в первую очередь В первую очередь Конечно В первую очередь Поляки И это можно Да Это можно будет сделать Если например Уломать на это дело Зеленского А это надо конечно Делать через американцев Это вообще можно будет сделать Там вот на На уровне там Двусторонних отношений Там запроса Украины Значит к этим странам Или к одной из этих стран Вот И тогда можно будет Вообще как бы Не воевать Ничего так сказать Взять и все А там видно будет Ну вот я и говорю Да сейчас вроде как Украина занята И может быть даже Под предлогом спасения Страны Я говорю спасение Спасение людей Конечно спасение Это именно так и будет подано Для международного сообщества Это будет подано Как просто спасение Украины От страшной России Для украинцев Это будет подано Тоже как шанс Так сказать На прекращение войны И ускоренную европеизацию Но внутри своих стран Конечно же Да Они скажут Вот Мы провели блестящую операцию По возврату Наших исторических территорий Вот именно так Но Как бы это там Не звучало Я считаю Что в принципе Для нас это Один из рабочих вариантов Ну а почему нет Потому что я вот Например скажем Не мечтаю о том Чтобы например скажем Переубеждать там Каких-нибудь этих Потомков бандеровцев Где-нибудь во Львове Там нахрен они не нужны В конце концов Можно будет просто Периодически стрелять туда Ракетами и все Сергей Михеев Сергей Криньевский Сергей Криньевский в студии Да Ну я просто Продолжил эту тему Буквально еще несколько Так сказать фраз Потому что она достаточно важная По поводу возможного раздела Там так сказать Возможных этих движений Поляков И же с ними Вот Я думаю что Важно Важно понимать Что это вот Ну не просто Знаете Типа вот Нарышкин сказал Как бы это очевидные вещи Насколько я понимаю Что Еще раз говорю У этого есть Давние подоплека Но данные которые приходят Значит из Польши и Румынии Они это подтверждают Во первых В Польше Отмечено Очень серьезное движение войск Колонн войск Они говорят что это учение Вот при всем при этом В этих учениях Участвуют В том числе Американские инструкторы Но по сути По всей территории То есть Польши Движутся То есть колонны Войсковые Как бы они Значит Совершенно четко Средствуют о подготовке Какой-то операции Второе Такое же движение Зафиксировано На румынской территории И эти колонны Движутся в сторону Молдавии Поэтому самый опасный Как бы здесь момент Вот какой Да Сам по себе Так сказать Факт подобного раздела Он как бы Теоретически возможен Но Здесь штука такая Что Я думаю что Конечно Для поляков Важны вот эти территории Но Хотя я сказал Что им Как бы Им так сказать Будет страшновато Двигаться дальше на восток Но я думаю что Главным вызовом Может быть Продвижение этих частей На восток Для того чтобы попытаться Остановить продвижение Российских войск На под Днепру То есть грубо говоря Так сказать Они могут двинуться В центральную Украину Для того чтобы Обозначить Обозначить Некую линию раздела Значит Рекой Днепр Теоретически Ну и скажем Там где они смогут Там на юге На юге Это тоже В идеале В идеале Они хотели бы Вообще Днепром Это все Обозначить Оставив Выход К Черному морю При этом Заложником В этой ситуации Может стать Приднестровье Мы об этом Говорили Я как говорил Украинской армии Не много возможностей Занять Приднестровье Но например Скажем Объединенные Румыно-Польской Возможности Такие есть Я думаю что Они могут Попробовать Шантажировать Приднестровьем Для того чтобы Остановить наше Продвижение Дальше На запад За Днепр И к сожалению Это вариант Конечно Очень серьезной Эскалации конфликта Конечно Ни полякам Ни румынам На самом деле Просто так Тоже это не удастся Но тем не менее Я думаю что Они могут попытаться Попробовать это сделать Вне всякого сомнения И это собственно говоря Является главным риском То есть в принципе Подобные Какие-то Какие-то Размены Я лично считаю Вполне себе возможными Но Я не думаю что Я не думаю что Это ситуация Которая как бы Не будет нести рисков Потому что конечно И запад Попытается Все таки Если и сделать это При этом совершенно цинично Просто уничтожив Украину Как я и говорил Между прочим Некоторое время назад Посмотрите Они фактически Жертвуют Украину Они режут ее Как свинью На алтаре Так оно и будет Кстати говоря Вопрос только в том По каким границам Это остановится Если нас в принципе Вполне устраивает Линия условно Винница-Житомир И я думаю что мы готовы К подобным разделам То конечно Они хотели бы Сделать это На своих условиях Их интересует Раздел под Днепру То есть Не только западная Как бы да Не только Запад Украины Но и центр Украины И возможно И юг Украины Вот Я думаю что Вот в этом И собственно говоря Есть основной риск То есть пока Фактически Российская армия Перемалывает Группировку на Донбассе Почему я говорил Что им их не жалко И их не жалко Они будут оружие посылать Они будут Мобилизовывать туда Резервистов И прочее прочее Им важно Как можно дольше Сдерживать продвижение Российской армии Вот на этом фоне На фоне того Что мы заняты Перемалыванием Группировки Попытаться Без вообще Без боев Без ничего Занять территорию Как бы на Западе И в центре Украины Под предлогом Спасения Украины А фактически Оккупировав ее Как бы да Вот И создав там Так сказать Какой-то вот Марионеточный государственный Который уже точно Совсем не будет Уже самостоятельным То есть И здесь вот Есть конечно Серьезный Серьезный риск Как бы да Но и это тоже В общем По большому счету Можно считать Так сказать Вариантом Вариантом Обсуждаемым Да вопрос только в том Как конкретно Это будет Еще раз говорю Я вот лично считаю Что на данном Историческом этапе Вариант Левый берег Восток Украины И юг С Черным морем Был бы вполне себе Приемлемым Они считают по другому Я думаю что Они конечно хотели бы Разделить все это По Днепру И для них Вот этот вариант Приемлемый Но к сожалению Вернее к сожалению Для Украины И тут другой Будет означать Фактически исчезновение Украины Что мы им О чем мы их и предупреждали Мы много лет говорили Лучше договоритесь с нами И ваша Украина Будет существовать В тех границах В которых она никогда Не существовала В тех границах Которые нарисовал Тот самый Валимирич Ленин Вы будете жить Долго И счастливо Возможно Как бы да Доверившись Западу Вы придете к войне И дальше к гибели И судя по всему Так оно и будет Так оно и будет А все эти вот знаете Россказни про то Что Россия сейчас развалится И все ура Мы победим Это для дураков Это для территориальной обороны Для всяких разных Так сказать Этих самых Скаутов Бандеровского типа И прочее Порвут они на части Вашу Украину А вы как бы Украинские националисты Я почему много раз говорил Это же не просто Триторика Нет там никаких Украинских националистов Есть там дебилы Как бы да Одни как бы Одурманены Каким-то оккультизмом Другие так сказать Другие Но глупые пропаганды Проевропейской Вашу Украину Рвут на части И не даром Между прочим Это происходит При президенте Зеленском Я украинским Украинским националистам Тоже говорил Знаете Задумайтесь Кто вами руководит Задумайтесь Какие настоящие цели У этих людей Задумайтесь Чьи команды Вы выполняете Вы считаете Что это отвечает Интересам украинской нации Если да То вы просто Тупые дебилы Тупые дебилы Которых сейчас Так сказать Будут рвать на части Вот чем дело Вот чем дело А договорившись с Москвой И с русскими Вы могли бы В этих вот границах Которые вам просто подарили Может быть действительно Существовать Десятками Не знаю Десятками лет И абсолютно безбедно И неплохо А сейчас вы увидите Как от вашей Украины Ничего не останется И какие вы после этого Украинские националисты Тупые вы дебилы Вот собственно и все Золотые слова Сергей Александрович Да А главное Как понятно Да Вы говорили Про тяговые подстанции В самом начале Это не я Это не наоборот И говорил Да 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 И я слышал Что вот Тяговые подстанции Это очень правильно Уничтожать их А представьте себе Какой бы эффект Некоторые военные говорят Был Потому что их можно быстро Починить тяговые подстанции Наоборот Вот эти вот ящики Электрические Как раз да Как раз Это не ящики Так сказать Да Это довольно сложное оборудование Да Которое выводит Из строя Электрификацию Как раз Быстро починить Можно было бы рельсы Вот например Скажем Удар по путям Это не очень эффективная вещь Как говорят военные Да Потому что вот Но пути Как бы Участок пути Разобрать и собрать заново Можно довольно быстро Построить новую подстанцию Электрическую Это долго Это долго Как бы И достаточно дорого И во многих случаях Даже на Украине И нет такого оборудования Потому что там еще стоят Так сказать Советские эти станции Их надо как бы Откуда-то брать Везти Так сказать Приспосабливать Это не так просто Да Но вот Некоторые военные говорят Что А насколько было бы Еще более разрушительно Для поставок Если бы например Уничтожить виадуки И тоннели И да И тоннели Это вообще просто Парализовало бы там Да Но это касается входов Но вот насколько я понимаю Мы бы это сделали Но видимо Так сказать Это довольно сложно Почему Для этого нужны Более мощные ракеты Еще раз говорю Они как говорят военные Должны запускаться С территории Белоруссии Это могут быть Искандеры Комплексы И они запускаться На территории Белоруссии Потому что попадание Калибра Например по тоннелю Скорее всего Ничего этому тоннелю Не сделает Потому что тоннель Находится в горе Вот Чтобы его уничтожить Как бы Нужен более Нужен более мощный заряд Мосты да Мосты да Но с мостами Там как бы тоже Может быть проблема В наведении Проблема в ПВО Поэтому Для меня пока Не очень понятно Является ли это Отсутствие этого уничтожения Является ли отсутствие Это уничтожение Политическим вопросом Или вопросом Военно-техническим То есть грубо говоря В первом варианте У нас есть возможность Но не принято решение А во втором варианте Мы бы хотели Но нет возможности Хотя на самом деле В начале операции Мы наносили Удары По западной Украине В том числе Тоже самый Знаменитый Яваровский полигон Удар по базе подготовки Концентрации наемников Он был нанесен Но с мостом Нужна более высокая точность Насколько я понимаю Ну кстати говоря Если уж мы так всерьез Заговорили Между прочим О возможности Входа Как бы на Украину Румынских Там и То есть Польских В первую очередь войск То вот для этого Тоже разрушение Мостов Виадуков Тоннелей Было бы крайне Как бы Серьезным вопросом Почему? Потому что Даже если поляки Приняли такое решение Даже если они согласовали С американцами Даже если они согласовали С украинским руководством Само по себе Разрушение Транспортных Вот этих входов Оно бы замедлило И усложнило Эту операцию А значит Дало бы нам Дополнительное время Для реализации Собственных планов Да Так сказать Если таковые имеются Насколько я понимаю Таковые имеются В том числе Исходя из того Что например Скажем Мосты через Днепр Мы точно можем уничтожить Однако не уничтожаем В данном случае Решение политическое Некоторые Недавнее время Усматривали в этом Какую-то экономическую Еще подоплеку Якобы кто-то продолжал Чем-то торговать Я этого тоже Исключить не могу Но Тем не менее Насколько я понимаю Как бы это решение Скорее всего Такое политическое Вот Но для Еще раз говорю Если например Планы Которые вот О которых Нарышкин Вчера сказал Действительно существуют То здесь вот Уничтожение входов Транспортных Так сказать На Украину На западных границах Да Оно приобретает Особое значение Особое значение Да Потому что оно Замедлило бы Подобную операцию Со стороны Тех же Польских войск Или еще каких-нибудь Ну вот Будем надеяться Потому что это вообще Интересно По идее Это логично И еще раз говорю Да Это же такая штука Тоже Когда мы говорим Мы Для нас Приоритетом является Сохранение жизни Мирных граждан И я кстати говоря Действительно вижу Я сначала Тоже Как-то К этому скептически Относился Но по тем действиям Которые есть Вижу что это Действительно так Действительно Мы стараемся Как можно меньше Как можно меньше Наносить Вот таких Каких-то ударов Которые напрямую Вызывают гибель Мирных жителей Но в этом случае Там виадуки Мосты Это то Что Подобные потери Оно или полностью Исключает Или сводит их Просто К самому К самому минимуму Поэтому наверное Это логически Обусловлено Кстати Военные эксперты говорят Что такие удары Наиболее эффективности В территории Беларуси Если есть какие-то Политические сложности То мне кажется Для Лукашенко Как раз Польское вторжение На западную Украину Должно стать Очень важным Очень важным Моментом Который бы его подвигло К тому Чтобы более активную Позицию занять Потому что Он получается В случае Если поляки Входят на западную Украину То конечно Мы видим Как Беларуси Попадают В такие Польские клещи То есть Мало того Что граница С Польшей На западе Дальше Фактически Беларуси получат Границу С Польшей На юге А на севере На севере Эта граница Будет с Литвой Которая тоже является Членом блока НАТО То есть Это ситуация такая Достаточно Сложная для беларусов Тревожная Потому что Я говорил о рисках Один из рисков Это Если им удастся Вот это То западная Беларуси Будет на очереди Они будут думать о том Что сделать в Беларуси Потому что Если это Так сказать У поляков получится Это конечно Да Придаст им аппетит Во время еды Они начнут говорить Смотрите Здесь получилось А как бы Там-то В Беларуси Еще осталось Значит тогда что Следующий шаг Следующий шаг Вернуться через какое-то время К дестабилизации Ситуации в Беларуси Значит Провоцирование там Гражданской войны То есть Того же самого Ровно сценария И на фоне Этой гражданской войны Например Скажем да Попытаться И часть территории Беларуси Захватить И в этом смысле Если польские войска Охватят Как бы территорию Беларуси Не только Как сейчас С западной границей Но еще и с южной Конечно это для белорусов Будет таким серьезным вызовом Значит Их государственности И здесь вот Всяким разным Между прочим Белорусским оппозиционерам Демократам Я бы Продолжил бы подумать Над этой ситуацией Да Складывающейся Потому что Полякам нужна власть Над этой территорией Им нужна демократия в Беларуси Им нужна эта территория Они считают ее своей Вот и все Они считают Что она у них Была когда-то отобрана В результате Вот этого пакта Рябинтропа-Молотова Поэтому если Например Скажем Есть какие-то политические Колебания у Лукашенко Насчет того Чтобы предоставить Белорусскую территорию Для ударов Там по западной границе Если это препятствие Я думаю Что как раз Белорусскому лидеру Надо четко представлять К чему это в перспективе ведет По это польское вхождение Поэтому затруднить его максимально Было бы мне кажется Это правильно Да Потому что еще В пользу того Что вы сейчас сказали Говорит и то Что палата представителей Конгресса США Одобрила законопроект О программе Ленд-Лиза Для Украины Он предусматривает Льготные поставки Вооружений По упрощенной процедуре Это тот же самый Механизм Который действовал В период Второй мировой войны С Советским Союзом Да И В принципе Это раз Во-вторых Это говорит о том Что это уже совсем Нелокальный Двухсторонний конфликт Между Россией и Украиной На стороне Украины Создана Институализированная Да Коалиция С четко разделенными Функциями И Финансировать Помощь Украине Будут из российских Средств Что мы можем Тоже обсудить Арестованных Ну да Он все равно Остается локальным Почему Потому что в Афганистане Тоже участвовало все НАТО И тем не менее Это был локальный конфликт Другой вопрос Что здесь мы видим Столкновение Двух полюсов силы Это одна ядерная держава Под названием Россия И С другой стороны Это блок НАТО Который просто использует Территорию Украины Для этого противостояния Который является самым сильным Военно-политическим блоком В мире То есть да Эта ситуация осложняется Хотя вот что касается Ленд-Лиза Это просто институционализация Всех тех вот разговоров Которые долго длились По поводу поставки Западного оружия Они нашли То есть американского оружия Они просто нашли Для этого юридическую форму Но кстати говоря Для Украины все равно Это как бы Новость такая Сомнительная Потому что Но они будут Да Они будут бросать Эти средства На ведение дальнейшей войны Причем это не будет бесплатно Это все равно будет в долг Потому что Кто не в курсе Советский Союз еще много-много Десятков лет Выплачивал деньги За Ленд-Лиз Во время Второй войны То есть все это не бесплатно Но самое-то главное Что в ходе этого Будет сгорать Украина Вот в чем вопрос А американские корпорации Просто будут получать Дополнительные заказы На это оружие Ну и в общем да По этому поводу Конечно Что касается уничтожения Транспортных входов На Запад Украины Оно в значительной степени Затруднит реализацию Всех планов Начиная от планов Ленд-Лиза И заканчивая Планов поляков Если таковые имеются По вот захвату Фактически захвату Западной Украины Да Ой Но в целом Да И еще Джо Байден Объявил свою инициативу В области Санкционного законодательства В целях усиления давления На правительство России Крупных бизнесменов Российских Он там называется На самом деле Это хороший просто перевод Красивый На самом деле там просто Антиолигархс Как-то так написано То есть они там не скрывают Просто очень прямо Называются эти дела Первое Предоставление возможности Использования конфискованного Имущества российских бизнесменов Для Как они это называют Возмещения ущерба Причиненного Украине Во-вторых Борьба с содействием Обходу санкций Суть заключается В конфискации Имущества Которые российские Олигархи Используют Для содействия И уклонению от санкций Третье Расследование И преследование В судебном порядке Обхода санкций Посредством включения Понятия уклонения От санкций В определение рэкета И четвертое Увеличение срока Судебного преследования За отмывание денег До 10 лет Пятое Координация действий С партнерами Использование возможностей Иностранных партнеров По заморозке И конфискации Имущества олигархов Вот То есть Обложили Со всех сторон Олигархов Олигархов Да Красные флешочки Везде поставили Ну тут такая штука Конечно Запад нашел Хороший способ Тратить меньше денег На все это Да Да Вот И финансируете Как бы Условно российскими деньгами Но я бы здесь особо не плакал По этому поводу Почему Потому что эти деньги Они условно российские На самом деле Это деньги Тех людей Которые их из России Умышленно вывели Да Как бы Это уже деньги Так сказать Ну не вполне Не вполне российские Да И в этом смысле Конечно есть Такая ирония судьбы Знаете Много-много лет Как бы да Условная патриотическая общественность Говорила что вот Это же вообще Как бы предательство Родины Как бы Вы Это самое Вывозите деньги Которые здесь заработали И эти деньги И эти деньги Да Они работают против наших Нациальных интересов На что нам Олигархи А также купленные им Журналисты Периодически Так сказать Говорили Нет Это неправда Мы тоже патриоты России Говорили они Просто мы вот За такую Такую особенную Россию Вот Пробил час икс Эти деньги Которые они вывезли Из России Напрямую будут работать Против России То о чем Так сказать И мы говорили Говорили Вы здесь зарабатываете Туда вывозите И утверждаете Что вы типа Работаете на Россию А теперь, да, значит, вот пришел момент, так сказать, истины, и эти деньги, эти деньги, как бы, да, напрямую будут использованы, которые вы фактически украли здесь, как бы, да, вывезли туда, вот, они будут напрямую использоваться для, значит, войны, для войны, не просто для давления на Россию, а для войны, фактически, с Россией, вот так вот. Но это, между прочим, и привет всем нашим властям, включая финансовые, экономические, которые много-много лет, как бы, да, утверждали, убеждая при этом, как бы, и нашего президента, да, что и вот только такая политика является правильной. Вот эта политика встраивания в мировую, так сказать, финансовую систему, политика открытых дверей для этого самого, для передвижения финансов, это же они все делали, в том числе и те, которые находятся сейчас у рычагов финансов и экономики, они много-много лет никому не давали здесь вообще хоть слово сказать поперек. Они рассказывали, что только такой подход является единственным правильным. Они здесь на свои деньги основывали, как бы, институты, значит, эти самые пиар-агентства, аналитические центры, которые доказывали, вот, 30 лет доказывали, что только это является правильным направлением, только это, на самом деле, обеспечит эту самую Россию, так сказать, процветание. А всех остальных объявляли, там, этими самыми ватниками, так сказать, совками и так далее, так далее. Говорили, вы о чем, как бы, вы что, так сказать, за какие-то там уже протухшие мобилизационные эти самые способы ведения экономики, все это не так, все это неправильно. Ну, вот, и вот, как бы, сейчас вот мы видим, кто в итоге оказался прав. Когда им говорили, а что, если вдруг, например, Запад возьмет и поступит вот так-то и так-то, они говорили, нет, 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 это невозможно. И даже хихикали, говоря, ну, знаете, смотря так, как на идиотов там, ну, это только в ваших совковых мозгах такое возможно. Вот эти такие фразы я услышал даже вот напрямую. Не в отношении себя, как бы, да, в отношении, так сказать, вообще подходов. Это только в вашем, в вашем, как бы, совковом, вот, усырилом мозгу такое возможно. А в цивилизованном мире ничего подобного невозможно. Вот хавайте теперь ваш цивилизованный мир, хавайте, так сказать, ложками вот эту реальность. Ну, и для наших властей тоже, как бы, да, вот надо все-таки понимать, кого слушать. Надо понимать, кого слушать. И, как минимум, надо слушать разных людей. Вот, как бы, хорошо, вот вы, например, доверяете этим. Но как минимум послушайте и этих, и этих, и тех, и дайте и этим, и этим, и тем возможность развивать свои, так сказать, концепции. Глядишь, они вам пригодятся. Глядишь, не придется, так сказать, в авральных условиях что-то такое-то выдумать. Вот сейчас вот и получаете. Все то, что по уверению наших либералов финансовых и экономических было абсолютно невозможно, все это сбывается прямо на наших глазах. Вот на наших глазах все сбывается все то, что еще недавно они объявляли абсолютно невозможным и убеждали наше руководство вплоть до президента, что вот именно так надо действовать. Потому что по-другому действовать неправильно, ненужно, концивилизованно и все такое прочее. Что они все знают, что у них есть дипломы разных, так сказать, лондонских там этих самых школ. Что они там были на стажировке и там-то, и там-то. Что они все это, так сказать, прекрасно, замечательно знают. А в итоге оказалось, что нихрена они не знают, как бы. Это в лучшем случае. А в худшем случае, оказывается, что они, может быть, этими самыми десятилетиями работали на наших врагов. Вот, например, сейчас вот этот Волобуев из Газпромбанка сбежал, а он работал в Газпроме, так сказать, да, сколько, 19 лет, что ли. Вот. А может быть, на самом деле он сбежал просто потому, что оказался близок к разоблачению. Может, вообще все эти годы работал на какую-нибудь иностранную разведку, так сказать, вот, находясь, так сказать, в это, в стратически важном, так сказать, коммерческом предприятии. Может быть, так вот дело обстоит, на самом деле. Вот. И так же дело обстоит и еще, так сказать, по целому ряду персон, которые вот в течение последних двух месяцев, как бы, вдруг засобирались в отпуск, на лечение и исчезли где-то где-то. Навсегда растворились, так сказать, этих самых в пространствах. В пространствах, к сожалению, даже не интернета. Вот так вот. Да. Сейчас мы сделаем небольшую паузу на новости и вернемся. — Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. — Да. — Да. Так, Сергей Александрович, ну вот мы обсудили с вами экспроприацию. — Экспроприацию? — Экспроприирование. — Кстати, насчет экспроприации экспроприаторов, да, еще пару слов буквально по поводу денег, да. С одной стороны, да, вот такая, так сказать, невеселая для наших олигархов новость, но, в принципе, она и вообще невеселая. Почему? Потому что, ну, как бы, это неправильно. Все равно это деньги, заработанные в России, как бы, а их фактически пустят против России. Хотя, как бы, будучи выведенными, они все равно на Россию не работали. Вот, но, как бы, у этого есть и определенный, так сказать, плюс, во-первых, в том, что не должно уже оставаться никаких иллюзий по этому поводу, в том числе у нашей элиты. Второе, как бы, да, я думаю, что, конечно, это дискредитирует в значительной степени и само американскую, так сказать, доверие к американской системе, финансовой, экономической, да, потому что, слушайте, ну, если это можно сделать в отношении России, да, и они даже по этому поводу запросто в очень таком авральном порядке принимают законы, то это означает, что состоится прецедент, это можно сделать по отношению к кому угодно, вообще к кому угодно. Это снижает, в принципе, а, доверие, так сказать, к западной финансовой системе в целом, б, доверие к штатам, значит, в частности, вот. И, я думаю, для многих это будет поводом, кстати, об этом и иностранные эксперты пишут, с поводом для того, чтобы пытаться прятать свои, так сказать, эти самые деньги, или хранить деньги, или прятать их где-то в другом месте в каком-то, да, в каких-то других местах, ну, и в том числе выводить из долларов, потому что, конечно, вот это, когда это все номинировано в долларах, там, или в евро, ну, возникает проблема, потому что американцы, так сказать, да, все транзакции с долларами контролируют. Вот, ну, а с другой стороны, там, что касается хороших новостей, да, действительно, хороших, потому что, ну, здесь потеряли, в другом месте нашли. Я просто тут вот видел сообщение по поводу доходности «Газпрома», это потрясающе. Благодаря всей вот этой бездумной совершенно политике, в том числе той же Европы, которая привела к подъему цен на газ, в 21-м году эта самая прибыль «Газпрома» достигла 2 с лишним триллиона рублей, да, долларов, долларов, по-моему, да, долларов, да, так сказать. А до этого, до этого, до, в 20-м году, сейчас я уточню, 135 миллиардов, ну-ка, надо еще раз посмотреть на эти вещи, а, рублей, рублей, прошу про меня. «Газпром» в 21-м году заработал 2,09 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, так сказать, против 135 миллиардов рублей годом ранее. Прикиньте этот самый рост, 135 миллиардов и 2 триллиона. А благодаря чему это произошло? Благодаря, произошло это благодаря тому, что, как бы, замечательная европейская, так сказать, газовая политика привела к дикому росту цен. И Европа стала покупать, так сказать, эти самые газ, ну, во-первых, она стала покупать газ не по долгосрочным контрактам, а по вот этим спотовым, так называемым, так сказать, ценам с биржи, вот. Ну, и это привело к росту, как бы, газа, цены газа, так сказать, по всему миру. То есть, с одной стороны, наши олигархи потеряли, потеряли и мы, благодаря, как бы, значит, нашим финансовым властям, как бы, замечательным. А с другой стороны, рост цен на нефть, рост цен на газ, рост цен на уголь, рост цен, так сказать, на сырье, который был спровоцирован, в том числе и санкциями против России и вот этими всеми решениями, значит, в первую очередь европейских властей, вот он привел, ну, реально привел, так сказать, к дополнительным прибылям. К дополнительным прибылям, в том числе в российский бюджет, который мы получаем от продажи сырья. Тут тоже, видите, как вот жизнь, она такая, так сказать, странная. Мы там долго все плакали, что наша сырьевая зависимость, это ужасно, а вот сейчас вот раз рост цен на это сырье, так сказать, дает нам дополнительные прибыли и отчасти компенсирует наши потери, да, связанные, так сказать, вот со всеми этими санкциями. Кстати, тоже парадоксально, но в марте месяце в России увеличилось промышленное производство по сравнению с предыдущими месяцами, так сказать, 21-го года, как бы, да, такими же сроками. Почему? Потому что вынуждены, вынуждены, так сказать, начинать больше производить самим, потому что другого выбора нет. Поэтому из всего этого, из всех испытаний, на самом деле, можно выходить сильнее, если управлять этим достаточно разумно. Администрация США тут заявила, что считает, что Тайваню жизненно важно иметь средства для самообороны. Это Энтони Блинкен отметил. Видите, как они решили посмотреть на восток? Да, Тайвань, да, Тайвань, сейчас они анонсируют программы накачки оружием. Это, в первую очередь, касается средств ПВО, противокорабельных ракет, как бы, ну и всего того, что нужно для отражения нападения с моря. Потому что Тайвань – это остров, вот, и для того, чтобы его захватить, да, конечно, китайцам потребуется высадка, ну, во-первых, авиация, во-вторых, высадка морского десанта. А высадка морского десанта – это вообще довольно рискованная операция. Это очень затратная и очень рискованная операция, потому что, ну, сами понимаете, как бы, да, когда, так сказать, корабли подходят к берегу, всё равно, какими бы они ни были современными, да, в любом случае они очень уязвимы для, значит, для этих самых, для наземных средств противокорабельной обороны. Если эти средства, как бы, действительно очень хорошо развиты, как бы, и они являются высокоточными. Потому что, то есть, конечно, крупные корабли – это там, в любом случае, так сказать, большая цель. Вот. И я так понимаю, что американцы, осознавая, что у Китая серьёзный, как бы, соблазн всё-таки решить вопрос Тайваня военным путём, с одной стороны, с другой стороны, наверное, рано или поздно это вообще будет неизбежно, вот они хотят максимально повысить цену для Китая, как бы, да, вот этой тайваньской операции. И будут накачивать оружием, причём самым современным оружием, судя по всему, да, максимально Тайвань, для того, чтобы, если это и случится, чтобы это стало, так сказать, серьёзной проблемой для Китая. А параллельно, я думаю, что, если Китай пойдёт на эту операцию, они, конечно, начнут борьбу с китайцами, как я уже не раз говорил, и на других направлениях, вот на всех тех уязвимых направлениях, которые есть с точки зрения возможного сепаратизма. Сепаратизма, да, они, вот эти самые американцы, внимание Тайваню сейчас уделяют повышенное. После визита туда, тайного визита, причём американских там сенаторов, конгрессменов, как бы, да, вот, стали известны вот эти программы по накачке самым современным оружием, так сказать, Тайваня, в контексте, вот, так сказать, возможного решения этой проблемы военным путём со стороны китайцев. Да, ну, это интересно получается, что пока у нас идёт наша спецоперация, там, да, Китай воздержится от каких-то резких заявлений, никто не в другую сторону сохраняет нейтралитет, но многие думали, что сейчас, глядя на вот эту ситуацию, Китай попробует что-то активизировать на тайваньском направлении. — Нет, честно говоря, это так, я думаю, что это было довольно поверхностное, вот, если кто-то и думал, что он это сделал, это было поверхностно, потому что китайцы, на самом деле, понимают, что, ещё раз говорю, вот это вот морской десант — это рискованные вещи. Вообще, Тайвань, остров небольшой, но, как и везде, где живут китайцы, народа там много, вот, кто не в курсе, у Тайваня мобилизационный потенциал армии — 2 миллиона, вот, то есть, вроде, остров-то совсем небольшой, так сказать, да, но вместе с резервистами, обучение которых там постоянно проходит, да, они могут поставить под ружьё 2 миллиона человек, плюс, да, ну, если не самое современное, то довольно современное оружие, которое туда много-много лет, там, закачивают американцы, потому что для них, конечно, Тайвань — это стратегически важный, так сказать, опорный пункт, вот. — Хотя у них население 23 миллиона, вот, я смотрю. — 23 миллиона, ну, вот они могут, так сказать, поставить под ружьё 2 миллиона человек. В принципе, это имеется в виду подготовленные резервисты, вот, то есть, можно поставить и больше, по идее, но это уже будет пущенное мясо. — А, да, я читал, что у них проходят каждую, там, неделю на общественных началах сборы, какие-то, там, отставные военные проводят, там, учат их, как выживать, как воевать в условиях города и так далее. — У них очень сильно милитаризированное государство, на самом деле, потому что они... — Готовятся. — Да, начиная, так сказать, со 40-х годов, там, да, фактически, с тех пор, как Гоминдан был вытеснен с территории, континентального Китая на Тайвань. Кстати говоря, так сказать, в какой-то момент партию Гоминдан, так сказать, во главе с Чан Кайши поддерживал и Советский Союз, как средство борьбы с японцами. А потом, как бы, да, ставка была сделана на китайскую коммунистическую партию, вот, коммунистическую партию Китая, точнее, если в таком порядке, да, это дело, да. А Гоминдан, так сказать, остался только, закрепился только на этом острове и стал искать поддержку США, который очень быстро нашел. И уже с тех вот пор, фактически с 50-х годов 20-го века, основная стратегия, как бы, на Тайване в этом и заключается. Она заключается в том, чтобы постоянно готовиться к войне с Китаем. Вот, то есть, можете представить себе, как эта вот идеология, она пронизала вот сверху донизу, так сказать, всю эту жизнь тайваньцев на протяжении, там, поколений, там, вот, говорю, с 50-х годов, то есть, вот, сколько, 50 лет тогда, 30 лет, 20 лет, значит, сейчас. Ну, то есть, вот, все последние 70 лет с лишним, 70 лет с лишним, так сказать, этот остров живет одной только идеей. Возможная война с Китаем, возможно, так сказать, вторжение Китая и так далее, и так далее. То есть, конечно, там цена вопроса для китайцев может быть достаточно серьезной. Хотя и победа эта тоже может быть достаточно большая, потому что Тайвань – это единственная, так сказать, официально нерешенная территориальная проблема, так сказать, Китая. Ну, собственно, вот так вот, да. Поэтому, я думаю, что Цзиньпинь, конечно, думает о Тайване. Думает, несомненно, о Тайване, потому что закрепить его историческую роль вот в этом рывке Китая вперед, военной победы и возвратом Тайваня, последней территории, которая, как бы, да, вот для китайцев является такой знаковой, символической, конечно, для него это было бы важно. Для него это было бы важно, это было бы, так сказать, очень серьезное такое духоподъемное мероприятие внутри Китая. Но готовы ли они к этому, да, я думаю, что они будут выжидать до упора. Хотя тут такая тоже их политика выжидания, она может в данном случае провалиться, потому что выжидать можно долго. Американцы, на самом деле, только укрепляют военную, значит, составляющую Тайваня. Вот, и по большому счету, так сказать, да, здесь нет ситуации, при которой что-то становится в этом смысле хуже. Другой вопрос, что у самих китайцев там продолжается модернизация армии. Они очень серьезно работают на модернизации флота. И, как бы, тут тоже такая, что называется, коса на камень. Американцы заваливают Тайвань своим оружием, а, значит, эти самые китайцы наращивают мощь своей армии и все больше и больше модернизируют. У китайской армии, правда, есть проблема, она никогда не воевала. То есть, да, она, как бы, большая, да, как бы, она, так сказать, это самое, они ее модернизируют, но каких-то военных успехов подтвержденных у нее фактически нет. Да, вот была война во Вьетнаме в феврале 79-го года, которую китайцы вчастую проиграли. Вот, хотя, понятно, что за Вьетнамом стоял Советский Союз, но, тем не менее, воевали они, в первую очередь, со вьетнамцами. Вот, а так, в общем-то, со времен Второй войны, как бы, они и не воевали никогда. Вот, да и тогда, так сказать, там, ситуация была такая, что все-таки японскую армию Квантунскую разгромила советская армия. Это мы разгромили миллионную Квантунскую армию, как бы, а они, да, китайцы тоже, так сказать, дальше доделывали эту ситуацию на территории остального Китая. Но главный военный вопрос решила все-таки советская армия. Вот, поэтому есть, так сказать, у них такая проблема. Но, тем не менее, они тоже периодически демонстрируют, так, свои, эти самые, свою готовность. Например, скажем, некоторое время назад над Тайванем пролетели, так сказать, эти самые, довольно много китайских военных самолетов. И тайваньские ПВО ничего не сделали. То ли не смогли сделать, то ли не решились сделать. Но китайцы продемонстрировали, что вот они, как бы, полны решимости, да. Такая же ситуация с китайскими военными кораблями. Китайские военные корабли периодически заходят в территориальные воды Тайваня, значит, демонстрируют флаг, что называется. И тайваньцы пока, как бы, может быть, они просто не хотят провоцировать, но они не решаются наносить удары по этим самым, так сказать, по китайским кораблям. Ну и вот такая вот, так сказать, пикировка, передавливание друг друга, она, так сказать, периодически там происходит. В общем, ситуация только накаляется. А попытка американцев, значит, перевооружать Тайвань, подбрасывать туда оружие, она, ну, соответственно, только эту напряженность поднимает. Сергей Александрович, и к другим темам. Некоторые обратили внимание на обложку журнала «Тайм», где Зеленский в таких героических фотографиях, да, такие героические там фотографии интересные, и показалось, что наблюдателям, что это уже калит технологиям вопрос, архетипический образ Че Гевары из него делают. Активно печатается до сих пор же сам Че Гевары, и на кофтах, и везде, и фотографии его бывают, висят, и так далее. Вот сейчас с ним пытаются, Зеленского пытаются превратить такое в Че Гевару для капиталистов, как некоторые считают, да. И другие думают, что Западу будут с этим потом проблемы, с таким харизматичным лидером, потому что лучше всего, когда харизматичный лидер все-таки неживой, тогда его можно и продвигать. Да, я тоже хотел об этом сказать, Че Гевары плохо кончил, как говорится. Че Гевары плохо кончил, как бы, да, и именно поэтому стал героем. Кстати говоря, если бы его не убили, то вообще еще неизвестно, неизвестно еще, что с ним бы было. Вот, потому что, ну, мы знаем, что, например, таким же ореолом романтизма, ореолом романтизма, так сказать, таким же окружен, так сказать, окружены были многие кубинские революционеры, но потом, когда они, так сказать, пришли к власти, через много-много лет, как бы, да, этот образ, ну, мягко говоря, померк. Да, и, в общем, уже оказался вот совсем, совсем не таким. Это первое. А второе, я, вы знаете, не исключаю, что вообще его готовят, таким образом, на заклание. Да, надо его сейчас, так сказать, романтизировать максимально, а потом он возьмет себе, как бы, да, да, да и как-то и погибнет каким-то образом. Вот, может быть, по правде, а может быть, свои же, так сказать, это сделают, да. На, знаете, как пастер-шлаг или светлый образ его можно будет использовать, да, в дальнейшем для героизации этой ситуации. Кстати, вообще, вот, если уж говорить, мы тут вот весь первый час, как раз, я разговаривал, а говорил, как бы, о вот этом, о всем том, что готовит, там, возможно, Польша или прочее. Вы знаете, например, скажем, гибель Зеленского была бы хорошим поводом для НАТО, для того, чтобы активизировать свою деятельность на Украине. То есть, это было бы оправданием. Вот, серьезно, это было бы серьезным оправданием. Кстати, я так думаю, я думаю, что это одна из причин, по которой его не ликвидируют. Вот, тут буквально, как бы, вот я, там, позавчера, там, на улице ко мне подошел один, так сказать, дедушек и сказал, что вы там все трепетесь, так сказать, давно пора Зеленского грохнуть. Вот, ну, я ему сказал, что это не ко мне. Вот, но вообще, как бы, я не исключаю, что, я думаю, технически у нас есть такая возможность, да, но такое политическое решение не принимается. А вот для Запада это могло бы стать неплохим поводом для, как бы, поднятия степени эскалации, как бы, конфликта, с одной стороны, с другой стороны. Ну, представьте себе, например, скажем, да, бац, и что-то происходит с Зеленским, но он погибает. Он погибает вместе, там, с группой своих приближенных. Ну, после этого Запад говорит, мы не можем бросить Украину на растерзание России. Украина осталась без своего, так сказать, харизматичного Наполеона, так сказать, почти что Бонапарта. Вот, она на грани, как бы, исчезновения. Мы обязаны, обязаны взять на себя ответственность за эту страну. И тогда уже дальше, как бы, пусть и поляки, и румыны, и там, и все, так сказать, кому не лень, пусть они вводят туда эти самые свои войска, так сказать, пусть они делают и то, и пятое, и десятое, и так далее. То есть, а потом, как раз заодно, как бы, да, вот смотрите, вот только-только, ведь только-только этот замечательный человек был, как бы, у нас на обложке, и вот злые русские взяли его и грохнули. Вот поэтому мы просто должны, как бы, да, это сделать. Я не исключаю, что это тоже подготовка, знаете, к мумификации, что называется. И еще одна тема легкая под конец. Ну, только по легким, да. Да, покупка Элленом Маском Твиттера очень сильно всех обеспокоила, элиты на Западе, что странно. Потому что он более-менее объяснил свой подход к цензурированию политики ресурса, а именно то, что цензуру он не приемлет. Вот. Европа, Европейская комиссия предупредила, что ослабление модерации цензуры будет негативно воспринято, вплоть до блокировки работы ресурса. Вот. Евроэлиты именно призывают к такому довольно-таки простому, может быть, даже топорному способу модерации этого ресурса. Ну, я думаю, что, в общем-то, все это ерунда, какие-то пляски вокруг, так сказать, каких-то выдуманных сущностей. Потому что, я думаю, что и Илон Маск только делает вид, что он не собирается ничего модерировать, да. Я думаю, что он, так сказать, будет заниматься этим в полной мере, так как его не зря назначили. Слушайте, что касается Маска, он получает такое количество миллиардов на свои проекты. Его проекты настолько непрозрачные, его проекты, так сказать, настолько спонсируются там, в том числе государственными, так сказать, органами власти, в первую очередь американскими. Его продвигают так активно, в том числе та самая, так сказать, условно говоря, троцкистская там, лево-левацкая, так сказать, повестка американская, что думать, что он самостоятельный, мне кажется, может, только ребенок. Поэтому никуда это все не денется. Будет он заниматься тем, чем положено заниматься. Что касается европейцев, возможно, что-то не понимают. Но то, что они говорят, что надо модерировать, надо, так сказать, цензурировать, это тоже раскрывает, как бы, их реальное отношение к тому, что они называют свободой слова. Насколько я понимаю, этой свободой слова практически не осталось ничего. И все эти социальные сети, как бы, один из инструментов, во-первых, запудривания мозгов, во-вторых, вот такой, как бы, ну, скажем, фактической цензуры всего того, что происходит. Мне нравится то, что это все происходит под разговоры о свободе слова, под разговоры о том, что демократия важна и нужна. И, пожалуйста. Ну, понятно, да, как бы, да, это все вот эти ценности, которые, как будто бы они есть, хотя фактически их нету, да, никогда не было. И я думаю, что это подтверждается, подтверждается всем тем, что они делают. Но для нас, знаете, еще раз скажу, я считаю, что для нас это неплохо. Почему? Потому что, ну, настало время снимать розовые очки даже тех, у кого они просто проросли к носу. Вот все-таки надо на эти вещи учиться смотреть здраво и не выдумывать те сущности, которых, в общем, на самом деле нету и никогда не было. Поэтому тут такое время момента истины, когда все выходит на поверхность, когда все можно уже называть своими именами, и когда, так сказать, не остается никаких иллюзий и вранья. И это проще, вообще так проще жить. Вообще, так сказать, чем ты честнее сам себе как бы обо всем этом говоришь, чем меньше вы думаете, тем проще жить, чем проще планировать. Вот с теми же деньгами, о чем я сказал, так сказать, некоторое время назад. Напридумывали себе какую-то там западную, так сказать, экономику и вот это разделение труда и финансовый мир, в котором якобы можно неплохо устроиться. Потом как бы потеряли огромное количество денег, а теперь как бы придумываем, значит, оправдывая, почему это случилось. Кто-то кого-то не предупредил, кто-то кому-то что-то не сказал, кто-то о чем-то не знал. Для того, чтобы знать обо всем, не надо было себе врать. Вот не надо врать, как бы, и вот было бы все, так сказать, замечательно, я думаю, во всех сферах жизни. Да, Сергей Александрович, ну что, у нас остается где-то минута. Тут надо сказать из хороших еще новостей, что Теремок выиграл московский грант на замещение иностранного фастфуда. Хорошо, что не то, что Теремок, а то, что вообще такие деньги есть, такие деньги выделяются. Вот, пойдут на открытие двух ресторанов, а до конца года он намерен открыть еще до 15 точек. Ну и замечательно. Это программа этого самого Московского правительства по замещению Макдональдса. Хотя я не исключаю, что Макдональдс сейчас тоже поерзает, поерзает там на заднице. И скажут, ну знаете, мы решили все-таки как-нибудь вернуться. Ну вот тогда что делать с Теремками? Ну что это, поздравляем с наступающими праздниками, да, днем весны и труда. Вот поэтому, так сказать, весной трудитесь. Всего самого лучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok